Пункт 4.5. Выполнение операций над матрицами символьного вида. Для выполнения каких-либо операций над матрицами, заданными в символьном виде, нужно вместо знака численного расчета использовать знак символьного расчета. Например, найдем определитель матрицы B. Запишем знак определителя B, а далее вместо знака равенства введем знак символьного расчета при помощи сочетания клавиш Ctrl. Щелкнув за пределами формулы, мы увидим результат. Символьное выражение для определителя матрицы. Подобным образом используются и другие матричные операторы и функции. Щелчком по кнопке панель инструментов, символьные преобразования с ключевыми словами, на панели математическое, откроем панель символьной, которая содержит три кнопки для работы с матрицами. Аналитическое транспонирование, аналитическое инвертирование и аналитическое нахождение определителя. Удобство их использования заключается в том, что в шаблонах, вставляемых при помощи этих кнопок, вводится только имя матрицы, а знак символьного расчета уже входит в шаблон. Например, найдем матрицу обратную матрицы B. Введем B и щелкнем по кнопке аналитическое инвертирование матрицы. Мы получили аналитическое выражение для обратной матрицы. При выполнении символьных операций с матрицами необходимо помнить, что если какому-либо символу ранее присвоено численное значение, то при использовании символьного знака равенства этот символ участвует в символьных расчетах как число. Например, записав над нашими расчетами A присвоить 2, мы увидим, что вместо символа A в выражениях стало использоваться число 2. Продолжение следует...